Прийти с волнующим вопросом лично или позвонить по телефону. Сегодня такая возможность была у жителей Новополоцка и Полоцкого района. И ее, надо сказать, белорусы активно воспользовались. Не только в качестве помощи, но и благодарности в том числе. Спасибо строителям сделали мост через реку Западная Двина. Полтора года делали. Не только строителям, всем, кто делал спасибо. Но, скажем, обещали еще нам по городу Новополоцку второй мост через реку. Дмитрий Дмитриевич, спасибо, что вы так глобально думаете и заботитесь о территории. Но я вам скажу прямо и открыто, что на контроле постоянно этот вопрос. И правительство занимается решением финансирования. Вы правильно заметили. Но не все так просто в нынешнее время изыскать ресурс для того, чтобы выполнить те работы. Но с повестки дня это не снимается. И дорога в проекте, и строительство моста. К слову, вопросы транспортной инфраструктуры, как и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня преобладали. Обращались люди и за содействием в решении судебных вопросов. Справедливость – то, что волнует наших граждан сегодня. И то, зачем люди и обращаются, приходя на такие приемы, зная, что ее гарантируют. Вопросы, которые поступали, их решить в одночасье невозможно. То есть, они взяты на рассмотрение. Будем обращаться в органы проведения следствия или в прокуратуру по второму вопросу, где женщина обратилась по убийству. Поэтому вопрос достаточно сложный. Надо будет внимательно его изучить. Люди видят, что вопрос решается, либо дается разъяснение. Вот как парень говорил, хочу видеть справедливость. И на это особый упор. То есть, для того, чтобы людям был ответ справедливый. Иногда не устраивающий того или иного заявителя, обращения. Но, тем не менее, он справедливый. В части соблюдения законодательства и так далее. Уникальность таких приемов – два в одном детальный подход. А еще возможность лишний раз акцентировать внимание на ключевом. Сегодня для Беларуси это в том числе ценовой вопрос. На уровне Витебщины, к примеру, организована рабочая группа, куда входят представители Убылосполкома, это Главное управление торговли, прокуратуры и областной Март, которая ежедневно продолжает мониторинг цен в торговых объектах республики. Кроме того, работает горячая линия комитета госконтроля. Немногим больше, чем за месяц, на которую поступило порядка 100 обращений, обоснованных, как показали проверки, единицы. Все должно быть и справедливо, и планово, и обоснованно. Экономическими расчетами прежде всего, а не конъюнктурщиной какой-то, не стремлением урвать что-то сейчас. Те субъекты хозяйствования, и в основном это мелкий бизнес, которые где-то пытались уловить момент свой, там пришлось действовать жестко. При этом мы не наказывали людей и субъектов хозяйствования, кто где-то запутался, где-то по незнанию. Там, где возбуждены уголовные дела, а их у нас по области 6 на сегодня, это там, где субъекты действительно не понимали. Даже после, ну вот один случай, мы в сентябре еще до всех поручений президента были в торговой точке, видели, что там завышаются цены, нарушается законодательство, предупредили, пришли в октябре, ну, то же самое. Пришлось возбуждать уголовное дело. То есть жесткие решения принимаются взвешенно и обдуманно. За время двухчасового приема офф и онлайн за помощью обратилось 6 человек. Цифра небольшая. И в разрезе обращений положительное, что говорит лишь об одном – качественной работе местной вертикали власти.